Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с проектом 3D-модели совы из мультика Винни-Пух. Берем нашу основную фигуру шар, устанавливаем в центр, чтобы начинать нашу работу. Конечно же, немного изменяем, делаем больше. И обязательно прокручиваем с помощью черепашки с разных сторон, чтобы все было четко, красиво и лаконично. После того, как мы проверили все наши стороны, берем второй шар, это будет голова нашей совы, устанавливаем ее чуть выше туловища, то есть предыдущего шара, чтобы верхний шар как бы заходил в нижний шар, таким образом это будет голова. Также обязательно прокручиваем со всех сторон, чтобы никуда вправо-влево не съезжало, чтобы все было ровно и точно. Следующая фигура – это конус. Конус – это лапки нашей совы. Мы их немного сплющиваем, уменьшаем в размере, чтобы были меньше наши головы и туловища, переворачиваем до горизонтального состояния, также уменьшаем, то есть в горизонтальном состоянии немного видно лучше, уже конкретно подносим к нашей сове и разворачиваем немножко влево и немножко вправо, чтобы лапки у нас были не прямо по центру, а немножко правее и немножко левее. После того, как мы уменьшили до нужного нам размера и нужной стороны, мы их вставляем в наше туловище совы. С помощью инструмента муравей мы копируем предыдущую лапку. У нас получается точно такая же, только в этот раз мы должны изменить направление лапки, как я уже говорила до этого, лапку повернуть немножко правее и точно так же вставить ее в туловище нашей совы. Не забываем прокручивать со всех сторон, чтобы убедиться, что наши лапки не висят нигде в воздухе, в нужный момент это все подправить и исправить, чтобы они действительно были в ногах совы, чтобы при распечатывании у нас лапки не были отдельно от нашего туловища. После того, как мы убедили, что все стоит на наших местах, мы выделяем лапки, включаем инструмент хамелеон и придаем нашим лапкам черный цвет. А нас ждет следующая фигура, это полушар. Полушар это будет наше одно крыло. Для этого мы немножко сплющиваем его, делая под форму такого крыла, то есть немножко такая она у нас полукруглая будет, и устанавливаем на туловище к нашей сове, так же, чтобы она немножко выпирала, но при этом не была далеко от нашего туловища. С помощью инструмента хамелеон так же делаем наше крылышко черного цвета и разворачиваем в нужную нам сторону. Нужная сторона для нас это вертикальная по отношению к нашему туловищу. Не забываем прокручивать с разных сторон, чтобы убедиться в том, что крылышко у нас плотно лежит на туловище, чтобы при распечатывании это не было все отдельно, а в совокупности. Также с помощью инструмента хамелеон мы окрашиваем наше туловище и голову выделяете два элемента розовым цветом. Следующее это снова конус, но на этот раз мы будем делать не лапки, а крыло нашей сове, которое будет как бы приветствовать наших друзей в нашем проекте. Для этого мы, как и с лапкой, тоже приплющиваем немножко наш конус, сразу подносим к сове и переворачиваем, чтобы наш конус был немножко перевернут, то есть третья вершина, она была немножко в сове находилась, чтобы опять же таки наша фигура при распечатывании не распалась. Таким образом создается эффект немножко такого открытого крыла. также с помощью инструмента хамелеон мы окрашиваем в розовый цвет. А с помощью черепашки мы прокручиваем нашу модель и смотрим, чтобы все наши элементы плотно лежали. Далее это полушар. Полушар нам нужен для того, чтобы мы сделали глаза нашей сове. Мы разворачиваем нужную нам сторону, то есть выпуклой стороной на нас, уменьшаем, делаем немножко приплюснутый такой, то есть вытянутый с двух сторон. Таким образом у нас получаются такие зрачки нашей сове. После того, как мы перевели в нужное нам состояние наше полушар, мы подносим к голове нашей сове и устанавливаем на места глаз. При этом очень важно прокрутить со всех сторон, чтобы убедиться в том, что наши глаза находятся не возле нашей совы, а именно в голове нашей совы, чтобы при распечатывании это все у нас не рассыпалось и не посыпалось. В инструментах хамелеон делаем наши глаза оранжевого цвета, но вы можете сделать любой другой цвет, какой вам понравится. После того, как мы установили глаз в нужное нам месте, с помощью инструмента муравьи мы копируем точно такой же. У нас получается два одинаковых глазика, только нужно установить теперь немного правее предыдущего. Ну а чтобы наша сова смогла видеть наших друзей, мы сделаем ей зрачки черного цвета. Для этого мы скопируем с помощью инструмента муравей точно такой же зрачок, с помощью хамелеона придадим его черным цвет и уменьшим до размера меньше, чем наш зрачок был, то есть чтобы он был как маленькая точка. И установим посерединке нашего зрачка. Также с помощью инструмента муравьи мы копируем наш зрачок черного цвета и вставляем в правый глаз нашей совы. Не забываем прокручивать с помощью инструмента черепашка с разных сторон, чтобы убедиться, что наш зрачок стоит в нужном нам месте. Субтитры создавал DimaTorzok мы берем с вами пирамиду, чтобы сделать клювик нашей сове. Для этого мы также уменьшаем, делаем немного вытянутую нашу пирамиду и более плоскую. Разворачиваем острием на нас, с помощью хамелеона делаем черным цветом и подносим к голове нашей совы, чтобы клювик был между нашими глазами чуть пониже. не забываем прокручивать с помощью инструмента черепашки, чтобы действительно наш клювик был в голове совы между глазами, а не где-то летал в воздухе. Чего-то явно не хватает нашей сове. Правильно, головного убора. Как же она будет ходить без этого? Для этого мы берем с вами тор, уменьшаем до размера головы, делаем чуть-чуть побольше. Все-таки головной убор у нас должен сидеть на голове. Уменьшаем тор, делаем его немножко приплющенным, подносим к голове на примерку нашей сове и устанавливаем его немного под наклоном, чуть пониже. С помощью инструмента хамелеон придаем нашей шляпе красный цвет, но это еще не готовая шляпа. Для ее завершения нам необходима фигура полушар, которую мы разворачиваем горизонтально, немножко поворачиваем также под угол нашей основе шляпы, также делаем его красного цвета с помощью инструмента хамелеон, который нам уже знаком, устанавливаем под тем же углом на голову нашей сове вместе с тором. Обязательно прокручиваем с разных сторон, чтобы убедиться, что наша шляпа сидит действительно на голове и не где-то в другом месте. И завершающий штрих – это коготки нашей сове. Для этого мы берем такую фигуру, как капсула, разворачиваем нам в нужную сторону, сразу немного правее, уменьшаем до самого маленького размера, примерно как зрачки у нас были, и подносим также к нашей сове, устанавливаем это в крыло, которое у нас распахнуто для наших друзей. С помощью инструмента черепаха прокручиваем с разных сторон и вставляем именно коготок в лапу, которая распахнута для гостей, чтобы она у нас была именно внутри, а не где-то снаружи, чтобы при распечатывании это все не распалось. Также с помощью хамелеона накрашиваем наш коготок черным цветом. С помощью инструмента муравей мы делаем то же самое, только сейчас нам нужно установить наши коготки в ряд, только с каждым рядом уменьшается, то есть самый высокий, пониже и еще ниже. И устанавливаем точно так в лапу, которая приветствует наших гостей. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как мы сделали все элементы для нашей совы, нужно ее сохранить. Для этого мы нажимаем на три палочки с верхним левым углом, и мы должны сохранить в двух форматах. Первое — это формат в самом приложении для игрогей. Пишем обязательно название нашего проекта. И второй формат — STL формат, который сохраняется на рабочем столе. Также не забываем написать название нашего проекта.